Такая вот двусторонняя клейкая лента. Производитель, да. Бофос, Китай. Китай, кстати. Можно из Китая заказать прямо. Сразу вам скажу, ерунда полная. Сейчас объясню, почему. Вот. Во-первых, толстая. Во-вторых, видите, как гнется. И вот отделить скотч. Клеющая часть налипает, а отделить пластик, чтобы вторую часть освободить клеющуюся, очень сложно. Это не единственная проблема. Оно вот так вот выглядит. Вот здесь вот, смотрите, просто тянущаяся какашка такая. В сравнении вот с этим, например, двусторонним скотчем. Земля и небо просто. 55 732. Я думаю, даже вот на такую, на такой двусторонний скотч лучше ориентироваться. Разница в том, что, типа, непрозрачная. Вот смотрите здесь ленту. Оп. Да? Соединили. Вот. А вот это дело я не рекомендую. Сейчас объясню, почему не рекомендую к покупке. Только зря деньги потратите. Я надеюсь, сэкономлю вам деньги, чтобы вы это не покупали. Ну, смотрите, если по консистенции такая тянучка какашная вам как раз будет нужна, то, конечно, берите. А так мне бы не стал все это диво брать. Да. Ну, собственно говоря, наши с вами обзоры экономят вам деньги, время и нервы. Поэтому поехали экономить. Объясняю, почему это какашка. А вот один из примеров использования скотча. Соответственно, нужно приклеить картину к рамке для того, чтобы не клеить ее на клей, ни на заклепки, ни на какие и так далее. То есть, мы просто берем по кромочке, вот здесь вот сейчас обрежем, да, с ними мы просто наклеим таким образом, не повредив полотно, и у нас будет возможность демонтажа, потому что все-таки скотч это не клей. Клей уже присохнет и все намертво, потом только отдирать, рвать полотно. А это все-таки отклеится должно, ну, хоть как-то аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько поднимая. Плюс полотно, оно все-таки из материала, который намертво скотчем не приклеится, он все-таки можно будет отсоединить. А вот, собственно, скотч, соответственно, мы сейчас берем его, отдираем и по кромочке, по кромочке вот так вот проклеиваем. Можно даже в каком-то смысле сэкономить, наклеить его, отрезать и отрезанную еще наклеить. Вообще, скотч мне не понравился. Вот, смотрите, рамка, сумма сторон здесь три метра. Скотча не хватило, не хватило примерно вот настолько. Ну, как бы, ну, обман. У этого скотча очень хорошие рейтинги. Я не понимаю, сколько они за эти рейтинги платят, вот, но это полная ерунда, абсолютнейшая, потому что все это скатывается в какие-то вот такие вот, это все течет, просто вот он, вот он, вот такой вот. И, ну, с этим невозможно работать. То есть, ленту оттягиваешь, он рвется просто, вот там, где кромка узкая, если подрезать, он просто рвется, снимается с рамки самой. Снимаешь ленту, отклеивается скотч. Ну, я лайфхак понял, конечно, я снял ленту, он начал отползать, просто вытягиваться, он вытягивается, я его снимаю, 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 и смотрю, у меня просто он оттянулся уже, ну, с рамки снялся, я оттянулся. Я его назад раз, а там уже петля такая вот, потому что он просто тупо растянулся, короче, мне пришлось это отрезать дело. Что это за хрень такая, ё-моё. Нет, если вы приклеиваете по полной плоскости, у меня-то все-таки где-то 0,6 примерно, да, мне нужно, если вы по полной плоскости приклеите, то может он отклеиваться и не будет, и так растягиваться. Но когда снимаете вот этот пластик защитный, чтобы его снять, это нужно постараться его там зацепить, что-то, короче, он нормально не отходит, он туго отходит, реально. В общем, какой лайфхак, значит, я снимал чуть-чуть, он начинал отходить, я снова приклеивал, второй раз, снимал чуть-чуть, потом снова приклеивал, то есть, как, знаете, как резьбу нарезают, чуть-чуть вперед, потом назад, потом еще чуть-чуть вперед, потом снова назад, и вот таким вот образом я снимал остальные грани, чтобы это все дело просто не подрезать, потому что это дело просто снималось. В общем, не знаю, откуда такой такой высокий рейтинг у этого скотча, видимо, он ровно оттуда, откуда же, собственно говоря, бабло во всякие маркетплейсы течет. Вот. То есть, рейтинг с реальностью ничего хорошего не имеет. Я тогда постараюсь посмотреть, какие-то другие скотчи, другие релевантные вещи, и вам в описании к видео оставлю ссылки. Оставлю ссылки на релевантные видео, так что раскрывайте описание, смотрите, там будут те вещи, которые вас больше могут заинтересовать. Плюс в описании к видео будет ссылка на Патреон и на другие системы донатов. Пожалуйста, помогайте каналу. В самом минимальном варианте на Патреоне буквально один доллар. Если вы денег донатить не можете, тогда попробуйте другие системы, если через Патреон не получается. А если совсем туго с деньгами, тогда просто подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это очень сильно поможет каналу. Без вашей помощи и поддержки канала существовать не может и никуда дальше не поедешь, что называется. Поэтому прошу вас, помогайте. Это очень-очень важно. Также на странице с сервисами для донатов есть подписка по электронной почте. Подписывайтесь по электронной почте, чтобы если с Ютубом что-то случится, мы всегда были на связи и я смог вам прислать нотификацию, куда мы переехали. Вот. Это первый момент. Второй момент по поводу самого этого скотча еще все-таки скажу. Слушайте, я бы его, короче, второй раз не купил бы. Я его второй раз покупать не буду. Это явно не то, что нужно. Да, он прозрачный. Может быть, где-то это важно. Но, блин, ну и вон нафиг, короче, этот скотч. Ну, это не скотч. Это не скотч. Это клейкая лента. Это не скотч. Это клейкая лента. Вот. Клейкая лента не супер высокого качества. И сейчас еще не супер жарко. Если было бы пожарче, это все бы просто у вас на пальцы бы налипало. Я вот пытался это приклеить. У меня дело налипало на пальцы. То есть, ты пытаешься приклеить назад. Ты пытаешься приклеить это дело на рамку назад. Оно прилипает к пальцам. Ты снимаешь пальцы, оно отлепляется опять. Блин, это гадость полная. Друзья, спасибо, что смотрели. Спасибо, что поддерживаете канал вашей подпиской, вашими лайками, вашими донатами. Желаю вам успехов, здоровья самое главное и удачи. Спасибо, счастливо.